Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня мы будем говорить только о телевизии. Ой, какие там творятся дела. Закончаешься. Начнем с новелл, которые уже закончились или кончатся буквально на днях. Мы имеем ввиду Кира Амарте с Крисом Делла Фуэнта и Каримел Асана. И Кепа Британ Рико с Зури Вега и Хайме Камилом. Про первую новеллу можно сказать, что все вздохнули с облегчением. В первую очередь многострадальный продюсер. Задолбали его протагонисты своими ссорами и капризами. Как говорится, не дня без скандала. Поэтому и качество подкачало. Некогда за ним следить, когда у тебя главная парочка собачицы. Глядишь, а Крис уже порвал Креме, как Тузи, грелку. Или Креме пошла поплакать и утонула в луже собственных слез. Результат говорит сам за себя. Финальные серии имели рейтинг 17,9. И это финал, когда зрители просто прилипают к экранам, чтобы насладиться последними мгновениями зрелища. Для сравнения, предыдущие новеллы Карлоса Морена имели рейтинги финальных серий Куандама Эна Амора 26,9, Амур Бравил 22,5. А пусть возьмет Делла Фуэта в третью новеллу. И рейтинги можно будет искать с микроскопом. Кепобристан Рикас напротив, держится бодрячком. И рейтинги имеют очень даже ничего. Просто замечательные рейтинги. Прямо скажем. От 23 до 25. Это же не хухры-мухры. И это в следующий раз в хорошее время показы. А за это телевизорские продюсеры друг другу глотки выкусят. Там уж идет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Ну а теперь приступим к тому, что началось не так давно. Ну или совсем недавно. Это Лагата с Майто Перони и Даниэлем Оренсом. И Ла Малькирида с Викторией Руфа и Кристианом Мэйером. Начнем с Лагаты. Это же просто праздник какой-то на улице любителей розовых соплей. История, которая с кое-какими вариациями приснималась в разных странах раз так в 40. Это ведь и дикая кошка, и дикая роза. Ой, дикая роза. А также наша любимая кара сусия Сони Смит. После просмотра которой очень многие приобрели стойкую аллергии на лагинское мыло. А вот мексиканцы оказались стойкими ребятами. Смотрят эту лабуду в разных вариациях и еще добавки просят. Только этим можно объяснить отличные рейтинги Лагаты. Отличные, несмотря на то, что Натали Лертельео как подорванное режет отснятый материал. Да отберите у нее ножницы в конце концов. И сюжет просто сказка. Сказка про несчастную заморажку родом со свалки, которая окружает два сорта людей. Или ангелы воплоти светящиеся от благодати, или жуткие злодеи, отравляющие наши сиротки Хаси жизнь до, во время знакомства и после знакомства с прекрасным принцем. Но фиг они угадали. Все равно будет свадьба. И все будет хорошо. В принципе и все. Весь сюжет. С одной стороны, даже жаль Майта Пироги. Ведь неплохая актриса. А с другой стороны, мы за нее рады. Две ее предыдущие работы были провалами. И вовсе не по ее вине. Она свою работу делает хорошо. Кстати, Лертельео уже наметила следующую новеллу на пересъемку. Это будет Мария из Предместия. Интересно, что она будет делать, когда кончатся все эти сопливые сюжеты. Может, на пенсию пойдет? Скорей бы уже. А теперь у Ламалькирида Хосе Альберта Кастрона. Ну, не сказать, что сериал дебютировал плохо. Нет, неплохо. Но и не особенно хорошо. В среднем. Рейтинги пока не превышают 19 пунктов. Жаль. Будем надеяться, что сериал раскрутится. Ведь все предыдущие работы Эльгуэра были весьма успешными. Он делает очень приличные сериалы. И актеры у него работают замечательно. Не добавила продюсеру настроения довольно жесткая критика. Догадайтесь трех раз. Какая главная претензия? Думаете, сюжет или качество съемок? Нет. Там все в порядке. И сюжетный ремейк. Что уже и удивительно. И актеры классные. Нет. Главная претензия – это Крис Мэйр. И не потому, что он плохо играет. Критики кисло замечают, что он один из самых значительных латинских актеров. Им не нравится, что он перуанец. Однако, ребята, а вы типа только заметили, что у вас актеров на главной роли раз-два и обчелся. А ничего, что из шести идущих новым у вас в трех играют иностранцы. Даниэль Оренес, Себастьян Рули и Крис Мэйр. И четвертая недавно кончилась с чилийцем Делла Фуэнто. Санчес, Леви, Гаторна, Хиль, Оливера – тоже не мексиканцы. А ничего, что на своих без слез не взглянешь и количество их стремится к нулю. Ну, кто там у нас? Фер Калунга, который уже застолбил в свой будущий шедевр Сальвадор Мехия. Хосе Рон, про которого говорят, что он пойдет к вечной аутсайдерше Маппат. Хайми Камил, который заканчивает свою очередную новеллу. Хорхес Алинс, уже занятый у Хуана Ассори в компании Сильвии Наварна. Унылый Эрик Элиас, который не делает рейтингов. И еще Сипеда с Татчером. И Габа Сот. Вот и весь золотой запас. А новелл-то много. Что прикажете делать продюсерам? Где искать актеров? Выращивать их в оранжереях, как ананасы? Или задолбать зрителя круговоротом одних и тех же физий в природе? Пора признать. Кризис Галланов подкрался, как всегда, незаметно. Так что будьте благодарны, что такие сериальные монстры, как Мэйр, соглашаются играть в этих условиях. А характер у Криса, ой, какой не сладкий. Не хотите иностранцев? Ктеда вас ждет вот такой результат. Красавец и лапочка Педро Фернандес будет играть главную роль в новом сериале Некандра Диоса. Аста Эльфин Дель Мондо. Вместе с красавицей Марджери Де Соуса, которая тоже не мексиканка. Что ты будешь делать? Это ремейк аргентинской новеллы Дульсе Амур, где главные роли играли Карина Сампини и Себастьян Эстебанис. Нормальный вариант. Че, по крайней мере, Марджери нам нравится. На этом заканчиваем. Следующая наша программа будет про телемонда. Там тоже творится много чего интересного. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...